В Тверской области, как и по всей России, в преддверии 75-летнего юбилея Победы проходит множество акций и мероприятий. Так, в честь годовщины проведения военного парада на Красной площади в Калязине прошла акция «Вперёд к Победе» — репортаж с места событий. В Калязинском районе центром торжественных мероприятий, посвящённых Дню воинской славы России, стало село Нерль. В акции приняли участие школьники, работники учреждений культуры и образования, а также администрации поселения и местные жители. В честь предстоящего 75-летия Победы символичная колонна памяти состояла из 75 участников. Кроме того, в колонне торжественным маршем прошли солдаты, проходящие срочную службу в воинской части Нагорская, а школьники несли знамена и портреты солдат бессмертного полка. Женская половина села подготовила небольшую реконструкцию событий военного времени. В 21 веке жёны, матери и дети вновь провожали своих мужчин на фронт. Скоро 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но эхо её до сих пор не затихает в людских душах. Да, у времени есть своя память. Митинг, посвящённый Дню воинской славы России, был проведён у местного воинского захоронения. Каждый год здесь юное поколение неральчан принимает участие в памятных мероприятиях. Ребята читают стихи, исполняют песни. В знак вечной памяти потомков о жертвах Великой Отечественной войны, в память о земляках-фронтовиках, участники митинга возложили цветы к кобелиску павшим воинам и к воинскому захоронению. Гранитный сын, гранитный сын, Как голод твой гранитный взгляд, Иди встречать меня родной, Мой вечно мой живой солдат. В воинском захоронении в Нерли перезахоронены четыре участника Великой Отечественной войны, героически погибших во время войны. Двое рядовых и два офицера. Один из них — сержант Алексей Игнатьев, пилот 946-го штурмового авиационного полка. Другой герой — майор Иван Миловидов, уроженец Ленинграда, командир Прибалтийской особой авиационной группы. В честь них и других павших солдат и офицеров советской армии, собравшиеся зажгли свечи и почтили память минуты молчания.